ребят всем привет ну что 9 мая утро лес идем скажем так тоже по некоторым дорогам войны хочу поздравить значит всех тех кто празднует те кто не празднуется 9 мая хочу поздравить всех потому что даже здесь немцы они не празднуют у них не праздничный день и тогда но они много об этом говорят что в этот день ну не сегодня а вчера именно 8 марта у них об этом много говорилось и значит во франции это праздничный день в общем многие празднуют многие помнят поэтому всех поздравляю вот ну и хотелось бы поговорить вообще о победителях побежденных и так далее потому что многие пишут мне в комментариях что вот типа кто кого победил блин побед победоносцы блин копаются на помойках у побежденных и так далее и хочу вас призвать давайте уже перестанем писать вот этот бред вот это полный бред кто у кого там где копается потому что ну во первых давайте расставим точки над и меня причисляют то хохлам то к русским типа которые там копаются они пишут вот там они хохлы пиши копаются там на славках другие там горят что вот типа ватники победоносцы копаются хочу вам заметить значит я ни к тем ни к тем не отношусь я по национальности немец в принципе нахожусь у себя дома родился в россии вырос но национальность моя и гражданство моё немецкая хотя у меня есть и российское гражданство вот поэтому не надо мне там это самое как вы там пишите многим хохол ватник и так далее давайте переставим еще делиться на хохло ватников и всяких других национальностей значит по поводу того кто здесь где копается и почему ребят значит вот вам вам нужно когда-нибудь видео сниму с немецкого трёдель марта это такая барахолка немецкая вы увидите сколько там немцев стоит они продают всякую хрень и это немцы коренные понимаете это те немцы которые как раз таки вот по свалкам по всяким там местам где можно что-то вот такое вот взять да то есть такое что востребована еще но люди просто знают знают смысл знаю знаю толк в этом и поэтому как бы берут потом продают и вот возвращусь ребята к войне почему говорю по дорогам войны идем смотрите видите вот эта яма и тут таких ям в этом лесу очень много что это такое это воронка от бомбы вот она до сих пор ну где дерево то завалилась понятно от ветра а вот таких вот воронок от бомб здесь в этом лесу очень много там внизу здесь сверху потому что вот в этом населенном пункте там есть железнодорожная развязка и здесь англичане или американцы очень сильно тоже бомбили в военное время вот ну многие конечно бомбы пролетали мимо пролетали сюда в лес вот поэтому здесь много очень таких воронок осталось а будем идти еще если увидим пока покажу ну вот как-то у своего товарища спросил говорю вот бы покопать здесь с этим с металлоискателем он говорит да лучше не надо потому что здесь еще до сих пор столько бомб лежит внутри внизу что опасно в общем вот так вот ну и возвращаемся значит к тому что пишут да вот очень многие немцы ездят по свалкам собирают смотрят потом продают это все так что вы не думаете что здесь только русаки эти занимаются русаки там или украинцы либо какие-то там белорусы либо еще другие национальности все все просто многие знаете просто не хотят заморачиваться так же как у вас в россии один пройдет мимо другой поднимет вот поэтому давайте перестанем писать в комментариях бред насчет того кто кого победил кто как живет и так далее при том что ну как бы материально не главное множе многие люди пишут что вот немцы типа экономные а ну говорят что типа немцы экономные а тут выкидывают все ну да в принципе они экономные только из-за того что они разумно экономят как говорили экономика должна быть экономной вот поэтому если аппарат старый потребляет много электричество он допустим холодильник вот немец его рабочий будет до немец его выкинет только из-за того что он не экономичен купить себе новый и он у него будет экономно работать вот в течение там допустим двух пяти лет он себя отобьет только на экономии электричества вот так здесь экономят они они по-другому такая здесь лавочка есть можно присесть и вот такой видок вам отснять значит пишет мне человек такой хотел себе плазму купить но потом узнал что там вот это вот телевидение которое новое до дигитальное по моему да телевидение можно и на ящике квадратном смотреть поэтому ящик себя оставил и на этом неплохо сэкономил вот на чем он сэкономил человек я не понимаю во первых он также и продолжает смотреть этот стрёмный ящик который у которого ни качества ни хрена нету во вторых этот ящик жрет электричество в четыре раза больше чем нормальная хорошая плазма вот в общем вот она значит разница в экономии то есть разумно надо экономить они еще даже если что-то там ты сохранил у себя в подвале значит ты сэкономил нет вот ну и в принципе все что я хотел сказать главное хотел поздравить вас всех ну вот цените все таки победу цените то что вы живете в мире вот и хочу сказать да россия победила не россия победила советский союз победил фашизм но советский союз не победил вот эту свою бюрократию и ну россия тоже и украина давайте уже тоже говорить называть вещи своими именами бывший советский союз никак не может победить своих же зажавшихся чиновников и так далее вот причем в большей степени чиновники местные они центральные вот все ребят на этом все всем удачи и желаю вам всего хорошего